Сегодня всколыхнувшейся новостью стало сообщение о гибели талантливого актера Александра Домогарова в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве. По предварительной информации, несколько минут назад легковой автомобиль артиста, двигаясь на высокой скорости, столкнулся с грузовыми транспортными средствами. Причины произошедшего на данный момент находятся в стадии выяснения, и следователи уже начали расследование происшествия. Александр Домогаров был известен своим разносторонним творчеством и способностью успешно вживаться в самые разные образы. В молодости он завоевал популярность, сыграв роли героев-любовников, однако актер не ограничивал себя одним амплуа. Он проявлял интерес к экспериментам, с удовольствием принимая и положительные, и отрицательные роли. Домогаров был известен своей преданностью искусству, каждый раз предпринимая значительные усилия, чтобы полностью погрузиться в изучение и понимание своих персонажей. За годы творчества он завоевал миллионы поклонников, оставив свой след в истории российского кинематографа. Поклонники и коллеги Александра Домогарова вспоминают не только его последние проекты, но и трудный путь к признанию в кинематографе. В начале своей карьеры актер сталкивался с невостребованностью в киноиндустрии. Его дебют в середине 80-х годов не принес ему широкой известности, и даже участие в третьей части Гардемаринов не способствовало расцвету карьеры. По-настоящему о нем заговорили лишь в 1996 году, когда на экраны вышел сериал Королева Марго. Роль графа Дебюсси и последующая главная роль в графине де Монсаро заинтриговали зрителей, укрепив популярность Домогарова. Этот период стал поворотным в его карьере, привлекая внимание поклонников. Актер также прошел через разнообразные жанры и образы, показывая свою универсальность. Одной из ярких ролей была роль казачьего полковника Багуна в польском фильме «Огнем и мечом», которую Домогаров считал вершиной своего творчества. В начале нового века он снова покорил сердца зрителей, сыграв роль журналиста Серегина в сериале «Бандитский Петербург». Параллельно с этим, участие в марше турецкого подчеркнуло его готовность к творческим экспериментам. В последующие годы Домогаров продолжал утверждать свою позицию в киноиндустрии, снимаясь в различных жанрах. Он играл в исторических проектах, драмах, детективах, каждый раз продемонстрировав свое профессионализм и талант. Артист оставил незабвенные образы в сериалах «Марина Роща», «Зорги» и фильме «Союз спасения», за который он был удостоен премии «Золотой орел». Последним творческим вкладом в фильмографию стало участие в картины «Пальма», режиссером которой стал его сын. Сегодня печальная весть о его гибели бросает тень на яркую и насыщенную кинокарьеру Александра Домогарова, оставив в сердцах поклонников глубокую скорость. Помимо яркой актерской карьеры, Александр Домогаров оставил свой след и в мире документального кино. Несколько фильмов, посвященных его жизни и творчеству, включая «Откровения затворника» и «Рыцарь печального образа», стали своего рода хроникой творческого пути и личных внутренних бурисполнителя. Известен также его вклад в телевизионное пространство. Регулярные появления в различных программах, включая ведение шоу «Жди меня» и участие в «Последнем герое», дополняли его образ как многогранного творческого личности. Музыка стала неотъемлемой частью жизни Домогарова с самого детства. Еще в молодости, на фоне съемок в картине «Не отрекаются», «Любя», актер записал саундтрек «Небо», выбрало нас в сотрудничестве с Иваном Рудаковым. А в 2013 году вышел альбом «Две звезды», созданный совместно с певицей Мариной Александровой. Этот проект стал своеобразным творческим союзом, отражающим глубину чувств и эмоций. Несмотря на заполненное графиком актерское время, Домогаров нашел возможность создать собственную музыкальную группу. Его коллектив радует поклонников концертами, исполняя песни на стихи выдающихся поэтов, таких как Николай Гумилев, Юрий Левитанский, Александр Вертинский. Композиция за волю стала особенно популярной, продемонстрировав разнообразие творческого потенциала Домогарова. Вместе с потрясающим актерским мастерством, его музыкальный талант и вклад в различные области искусства, превратили Александра Домогарова в истинного многогранного артиста, чье творчество будет восприниматься, как вдохновение и воспоминание о яркой личности. Вне сцены и экрана, жизнь Александра Домогарова оказалась, также насыщенной событиями и трудностями. Актер поделился, своими радостями и болями со своей публикой через телеграм-канал, где он делится своими мыслями, воспоминаниями и искусством. Фанатское сообщество ВКонтакте также играет важную роль в сохранении памяти об артисте и в предоставлении информации о его жизни. Личная жизнь Домогарова была отмечена семейными трудностями и горем. В первом браке с Натальей Сагаяну актера, родился сын Дмитрий, который погиб в возрасте 23 лет. Эта трагедия стала серьезным испытанием для семьи. Второй брак с Ириной Гуненковой принес ему сына, Александра, который, следуя сначала стопам отца, затем выбрал путь режиссуры. Александр Домогаров прошел через несколько браков, но не все они были долгими и счастливыми. Его отношения с Мариной Александровой, Ириной Громушкиной и Ларисой Черниковой, стали объектом внимания СМИ. В последние годы он обнародовал свою связь с танцовщицей Татьяной Степановой, создавшей с ним крепкую пару, несмотря на значительную разницу в возрасте. Однако летом 2022 года появились слухи о расставании Домогарова с Татьяной Степановой. Пара не комментировала ситуацию, и лишь год спустя появилась информация о их воссоединении и предложении актера. Он отметил, что в ближайшие два года свадьбы не планируют, сохраняя детали своей личной жизни в секрете. Летом 2023 года стало известно о трагической болезни бывшей жены актера, Ирины Гуненковой. Александр Юрьевич покинул съемочную площадку, чтобы ухаживать за матерью и поддерживать ее в трудный момент. Эта семейная драма пришлась на фоне слухов и даже критики со стороны Андрея Кончаловского. Все это добавляет к трагической гибели актера новые аспекты, историю настоящего мужества и преданности семье в трудные времена. Когда летом 2023 года стало известно о борьбе с тяжелым заболеванием Ирины Гуненковой, Александр Домогаров, несмотря на занятость, взял на себя заботу о своей бывшей жене. Источники сообщали о том, что актер приостановил съемки своего проекта, чтобы полностью посвятить себя уходу за Ириной. Это решение вызвало восхищение поклонников, подчеркивая глубокие чувства и ответственность перед близкими. В тот период Домогаров также оказывал поддержку своей семье, помогая сыну Александру в трудные моменты. Не только профессиональные обязанности, но и семейные узы стали для актера приоритетом. Эти события открывают новую главу в его жизни, демонстрируя глубокий человеческий аспект за кулисами славы. В середине августа 2023 года пришла трагическая весть Ирина Гуненкова, скончалась после тяжелой борьбы с раком. Александр Домогаров, видимо, переживал сложный период, связанный с утратой близкого человека. Это глубоко трогательный момент жизни артиста, который показывает, что за славой, успехами и красочной кинокарьерой могут скрываться судьбы, полные боли и потерь. Таким образом, последние месяцы жизни Александра Домогарова стали свидетельством его преданности семье, тяжелых моментов и глубоких человеческих переживаний. Темные тени прошлого, вроде утраты сына и борьбы с болезнью близкого человека, оставались в его жизни, несмотря на яркость творческой карьеры.